Мы продолжим наше заседание, плавно вольемся в обсуждение темы круглого стола. Основной вопрос науки о происхождении жизни. Мембрана или пиатра? Мембрана простой. Вы пользуетесь словом равновесие, но мы догадываемся, что жизнь это процессы. В термодинамике со словом равновесие процессов не бывает. Это слово у вас условно или вы об этом говорите? Из этого следует, что равновесный фо, это самое, как партеноид, фо, фо выскочило, фокса, фокса, партеноид, он дает импульс у вас. Импульс это электричество, для этого нужна энергия. Значит, слово равновесие не проходит. Это мой первый вопрос. А второй, почему вы не нашли слово доброго Насонову, Александрову, Чайлахяну, Либерману, Пущино, где все эти проблемы поднимались и решались в 60-е годы на нашей памяти. Вот не вспомнить это отечественное науки было неправильно. Это я вам как докладчику. О равновесии речи быть не может. Ни один рецензент, когда я написал в цитологию статью, он сравнил теорию вот эту фазовую с паровозом, который разбирается в гору, не имея ни дров, ни пара, ни воды. Это, конечно, абсурд. Речь идет о том, что различаются в этой теории два состояния. Состояние покоя, которое в основном мне и удалось показать, и состояние возбуждения, так скажем, физиологический термин. Покой – это состояние покоя вот здесь изображено. Здесь интересно то, что вода, она не хаотично расположена вокруг белка, а структурирована. Труктурирована, то есть… Как-то… Ну, а надо полвека уже говорить. Полвека говорят об этом. Да. Так вот, мы забываем о роли АТФ. А БТФ вот здесь – это АТФ. Как оно используется? Известно, что энергия АТФ больше 12 ккал на моль. Спрашивается, куда уходит эта энергия? Об этом нет никаких конкретных работ. То, что я вам говорил, это, кстати, внутригрупповые такие размышления, которые пока не находят ответа. Но возможно, что эта энергия уходит на понижение энтропии, поскольку вода связывается, она структурирована. Энтропия понижена. И где-то вот в этой термодинамике заложена свободная энергия для совершения биологической работы. Вот. Как только у нас этот кардинальный ацарбан диссоциирует и расщепляется, то эта структурированная вода разрушается. Энтропия возрастает. И где-то здесь… Это вопрос к физикам. Вот я всё время пытаюсь привлечь внимание физику к этому. Где-то здесь появляется эта свободная энергия, которая идёт на биологическую работу. Поэтому вот это вот чередование покоя с низкой энтропией воды. Возьмём только её. Состояние возбуждения, когда вода высвобождается. Вот это чередование, оно потребляет, говоря традиционным языком, энергию отрывов. Хотя здесь речь идёт об энергии отсутствия. Вот всё пока, что я могу ответить на этот вопрос. Ни в каком равновесии, о котором вы говорите, речь не идёт. Теперь микросфера. Микросфера. Потенциал действия на микросфере – это факт. И я могу вернуть этот ваш вопрос вам. Спрашивайте, почему микросферы Фокса генерируют этот потенциал действия, если в ней нет ни АТФ, ни насосов и так далее. Но ответ небольшой, такой предположительный ответ есть. Микросферы Фокса генерируют потенциал потому, что этот потенциал обусловлен, является адсорбционным потенциалом на микроповерхностном слое того материала, из которого построена эта микросфера. И что обеспечивает обратимость этого конформационных изменений на поверхности – это вопрос. Они этот вопрос не изучали. Вообще в микросфере большая литература – это самая лучшая изученная модель протоклетки, или модель клетки. Но ещё много остаётся в ней интересного и не изученного. Вот такое могу дать ответ. То есть вы ставите проблему, в которую нужно усматривать не мою ошибку или ошибку тех, кто говорит об этом, а проблему, которую нужно решить, почему микросфера способна генерировать потенциал действия. Пожалуйста, на первом слайде у вас было слово «равновесие», поэтому я вас спросил. Ну, равновесие, потому что начинается с этого. Вот сначала нужно образовать вот эту структуру, а потом идёт цикл. Равновесие состояния, потом система разрушается, потом восстанавливается теория двух состояний. Павел. Павел, по поводу... Ну, потом я про микросферы спрощил. Хочу про микросферы. Так, вы сказали потенциал действия. Какая амплитуда. Есть ли у него порог. Какой потенциал покоя. какая разность потенциалов на самой мигранте. И есть ли порог при запуске потенциала действия? Чтобы запустить потенциал действия, надо затратить иное. Я читал эту работу, естественно. К сожалению, Фокс не приводит никаких подробностей. А тогда нельзя говорить о потенциале действия. Вы сказали, что явно это, без сомнения, потенциал действия. Я задаю элементарный вопрос о потенциале действия. Есть ли у него порог? Порог, из физиологических соображений, порог должен быть. Ну что значит должен быть? Но он неизвестен. Еще раз повторяю. Он неизвестен. Неизвестно, есть ли порог. Это порог должен быть. У любого процесса есть порог. Нет, конечно. У нелинейного процесса. Линейные процессы порогом не обладают. Значит, это другой процесс. Соль вот этого выступления моего в том, что микросферы Фокса заслуживают. Его рано забыли, эту микросферу. И очень много интересного в ней есть. Но почему ее не изучают? Вот вопрос. А потому что потенциал действия без мембраны, без насосов и без каналов, и вот без порога, о котором вы говорите, он никому не интересен. Он никому почему-то не интересен. Видимо, считается, что эта система, я вам скажу. Я разослал рукопись, еще на стадии рукописи, статью, где-то с 60 или 70 зарубежным авторам. А с помощью сайта biofiz.ru, мне сказал руководитель этого, владелец этого сайта, что он разослал к двум тысячам специалистов предложение обсудить эту статью. Да, огромная литература, посвященная кацерватам, опалинам, микросферам. 40 лет Фокс работал, и не только он над этим. То есть эту всю литературу нужно вымести из науки. Если это неадекватная система. Мне из Гарварда написал один из профессоров, он говорит, тоже повторил, что это неадекватная система. Первый раз я имел в виду рецензию. Я ему задал вопрос. А каковы критерии адекватности? Если вдруг появится новая модель, клеточная, то как мы узнаем, что она адекватна? Ответа ли она? Это есть система, которая, как вы говорите, обладает сложным поведением. Это поведение должно быть исследовано, если оно неизвестно. Первые вопросы заключаются в том, какова вольтамперная характеристика на мембране, есть ли порог, какая амплитуда, прежде чем говорить о том, что она может моделировать нейрон. Но вы на эти вопросы ответить не можете. Потому что она не изучена. Вот. А тогда, раз она не изучена, ее следует изучать. Но нельзя пока что говорить, что она генерирует потенциал вести. Вот и все. Сейчас, в данном случае, я говорю о том, это говорил не я, а сам Фокс, и еще другие, а у его коллектива, говорили то же самое. Так что это не моя ругинка. Так вот, я сейчас хочу обратить ваше внимание на что. Что люди объявили эту модель неадекватной. На мой вопрос, какова же модель будет адекватной, каковы ее критерии, мне автор из Гарварда ничего не ответил. Но ведь поймите, это просто очень просто понять, какая модель будет адекватной. Та, которая будет иметь мембрану на каналы насоса. Но такой модели не существует. И он молчит. И все молчат. Казалось еще. Вы протеоноиды заслуживаете внимания того или иного предбиологической эволюции. Но так как у вас прозвучало, получается, что протеоноидная микросфера Фокса, еще без того, что к ней на более поздних этапах присоединились, ну, приобретели, присоединились, перелили. Это уже живая система. Вы упомянули. Так прозвучало, что там уже существуют геологические процессы. Вот вопрос заключается в следующем. Где грань между живой системой, как мы ее знаем, и вот вашей модели? То есть на каком этапе вот эта модель, если ее разумевать, революционная модель, становится, превращается уже в полноценную живую систему? И на каких этапах включается в этот процесс ликвидная компания? Если бы я ответил на ваш вопрос, я бы объяснил, как произошло, пока такого ответа никто вам не даст. Но насчет липидов, это вы зря. Про липиды я ничего не говорил, но в лаборатории Фокса и последовательных Фокса добавляли липиды к микросферам Фокса, и не нашли разницы в том же потенциале действия с липидами и без. То есть говорить о том, что липидный бесслой, как мы все это привыкли, и я в том числе, играет какую-то ключевую роль, из которой без этого липидного бесслой ничего невозможно, после микросферы Фокса опровергать. И я считаю, что это полезно задуматься над тем, что действительно ли так уж эти липиды необходимы. Мне рецензент один написал, что это все происходит только после договорения липидов. Я вырезал ему рисунок тоже из статьи последовательных Фоксов, и прямо черный по белому бесслой пишу, что липидов. Можно ли это в такой модели, те процессы, которые Вы упомянули, я имею в виду чисто, те процессы, которые Вы упомянули, как биологические, их более правильно назвать добиологическими или предбиологическими, но все-таки до того, как происходит трансформация в простейших формах? Гораздо полезнее говорить не о том, что до или после. Гораздо полезнее сказать то, что я и сказал, что микросферы Фокса или консерваты, или подобные системы создают необходимые физические условия внутри системы, которые позволяют жизни, жизненным процессам не допустить. Ну, на самом деле, два. Со структурированной водой, там, так сказать, из Соединенных Штатов есть такой полок, он много, и даже кино показывал, как структурированная вода, не позволяет проникать в приповерхностные слои микросферы. Значит, там использовался нафион такой очень... Вот, посмотрите, пожалуйста. Это полок. Полок, да. Так что я облегчаю Вам ваш вопрос. У нас сейчас, да, но сейчас там с нафионом, которого он использовал, много вопросов этим занимается пианик. Сейчас скажу. Я знаю этих людей, знаю нафион. Но здесь хрома нафиона... Но я Вам хочу... Да. Я Вам скажу какой вопрос. Конечно. Что якобы из полимера нафиона некий волокн нарастут, которые создают эту зону исключения. Да, они показывают это. Здесь есть оптическое волокно, которое тоже создаёт зону исключения. Но уж у стекла не может быть никаких волокон. Значит, не спорю сейчас. И я просто обратил Ваше внимание на эти работы, но Вы их знаете. Второе то, что Вы сказали, что без всякой затраты энергии у Вас возникает система, которая даёт возможность зародиться жизнью. С моей точки зрения, может быть, я и ошибаюсь, но я думаю, что её многие разделяют. Жизнь заключается в том, что система держит свою свободную энергию в стационарном состоянии. Не в минимуме, куда она должна упасть, а поддерживается на каком-то уровне. Это поддерживается за счёт накачки энергетической. Затрачивается энергия на то, чтобы систему держать не в минимуме, а держать её выше. Эту энергию затрачивает Солнце. Фотоны, которые летят на зелёные растения. Значит, для того, чтобы жизнь возникла, у Вас должна быть система в окружающем, хотите назовите термостате, хотите называйте Вселенной, хотите называйте Землёй этой или атмосферой, у Вас должна быть энергетическая накачка. Если Вы соединяете что-то, оставляете, хотя бы вот этот нафионовый мох или приповерхностный слой жидкости у стекла, то всё приходит в состояние термодинамического равновесия. Там, возможно, конечно, градиенты концентрации. Тут никакой, так сказать, ни загадки, ни новости нет. И свободная энергия всей этой системы будет минимальна. Как запустить жизнь? Вам нужно выделить некий компактмент, который, потребляя энергию внешнюю и сбрасывая её в тепло или в энтропию, как хотите, держал бы свою свободную энергию над минимумом, который я могу всегда принять. Сказать, ну, минимум буду калибровать на нулю. Буду называть. Над нулём должен держать свободную энергию. Как это получается в такой системе, которую Вы предлагаете? Пока Вы говорите о гидрофильмах полимера, на фионе Вы правы. Потому что это полимеры, которые, конформацию которых изменить, практически невозможно. Ну, а если мы говорим о белках, то это такой полимер, который легко отзывается на малейшие изменения в окружающей среде, на малейшие взаимодействия с другими белками, с низкомолекулярными компонентами и насчёт энергии. Вот я говорю, что... Вот этот... Вы физик, насколько я чувствую. Вот встречный вопрос. Вот когда у нас возникает... Садится от 12, 13, 14 килокалорий на моль адсорбционной энергии выделяется. Она идёт на структурирование воды. Понижение энтропии. Где здесь заложена свободная энергия? Когда она садится, это процесс неравновесный. Термодинамика такими процессами не занимается. Занимается кинетикой. Но когда в тот момент, когда она садится, всё уходит в тепло. Если нет каналов специальных, куда эта энергия могла бы быть утилизирована. То, что и делает жизнь. В физических системах она уйдёт в тепло. Это примерно так, как взрыв, ну, так сказать, водородной бомбы. Синтезируется из водорода гелий. Куда идёт избыток энергии? Разрушает всё к чёртовой мать. Я предложу другую мысль. Напомню, из школьного курса гомологический ряд уксусной кислоты, монохлоруксной, дихлоруксной, трихлоруксной. Сродство к протону падает в этом ряду в 14 тысяч раз. спрашивается, значит, почему падает с сродства? Мы ещё тоже со школы знаем, что это оттягивается электронная плотность и так далее. Так вот это изменение электронной плотности и происходит при адсорбции АТФ. Не в тепло оно уходит, а в перераспределение электронной плотности по молекуле белка. Хорошо. Плюс в тепло. Перераспределение. Вот у меня возникла система села АТФ, и я запустил время, АТФ села, всё кончилось. И образовалась ваша система. Она имеет минимум свободной энергии. От этого никуда не уйдёшь. Этот минимум, если все компоненты хорошо известны, все константы известны, все форты известны, просто можно посчитать. Значит, вопрос заключается в другом. Ну хорошо, вы вот самопроизвольные все процессы в неживой природе при постоянстве давления и при постоянстве давления и температуры, ну скажем, давления и температуры. Вот мы на Земле сейчас, у нас какая-то температура, и вот давление. Возьмём промежуток времени, когда их можно считать постоянно. Вот в этих условиях всё идёт к термодинамическому равновесию, к минимизации свободной энергии. Если вы меняете не слишком быстро, так что, раз давление успевает подстраиваться, то ничего и не будет. Значит, если вы меняете очень быстро, термодинамика на этот вопрос ответить не может. Надо кинетику считать. Если кинетику считать, то там появляются дополнительные степени свободы, и что-то может появиться, если есть какие-то акцепторы энергии, я уж не знаю, как сказать. Но в равновесных ситуациях не может быть жизни. Когда я повторю этот вопрос, на который вы не ответили. Когда садится АТФ, энтропия системы незаметно снижается. Я задаю второй раз вам вопрос. В этом процессе, а когда разрушается АТФ, энтропия возрастает. Так спрашивайте, вот когда возрастает энтропия, есть место выделения свободной энергии? Или нет? Они об энтропии не говорят. Говорят о свободной энергии в этом процессе, если система завязана на внешнюю среду. Свободная энергия связана... Подождите. Это свободная энергия минус произведение температуры на энтропию. Вот эта комбинация минимизируется. Энтропия может возрастать, может убывать. Я же пример привел. Вы охлаждаете воду, получается кристалл льда, у него маленькая энтропия. А свободная энергия уменьшилась при этом. Возможно, здесь не так. Возможно. Это белок. Это не... Ну, тогда другая термодинамика. Я не знаю. Ладно. Это вот хорошо, и было бы заинтересоваться. Потому что это чисто физический вопрос. Может быть, еще... Вот, кстати говоря... Не чисто физический. К вопросу о том, как такая система может перейти к жизни. Как она может возникнуть. Вот ваш интересный доклад про синтез полипептидов. Да, конечно, можно всю жизнь посвятить синтезу на каких-то минеральных поверхностях. Но вот этот подход фазовый, он на что обращает внимание? На то, что если вот такая фазовая система возникла, и возникли некие особые условия, о которых мы ничего пока не знаем. И возможно, что если вы добавите аминокислоты сюда, создадите какие-то условия. Аминокислоты будут адсорбировать. Мы не знаем всех способностей белка к адсорбции. Будут адсорбироваться здесь аминокислоты. Возможно, пройдут какие-то процессы. Но я в данном случае, например, могу вам привести пример лучшей микросферы Фокса. Она выдерживает очень прочная, очень стабильная структура. Она выдерживает большие температуры. И наверняка будет адсорбировать аминокислоты. Мы это знаем по консерватам, например, и по живым клеткам. Вот если бы эти процессы исследовались на модельных клетках, вот там, может быть, что-то появилось новое. вопрос о том, как от этой неживой протоклетки перейти в живую. Какая же фаза образуется вокруг живых клеток? Зависите вопрос. А у вас вирусов не образуется? Вы берите вот некросферу поставьте за ночь вирус 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 если вирус покрыт гидрофей бюрками с полипептидным остовом доступным растворителем тогда будет любая гидрофильная поверхность любой гидрофильный полимер даже в единственном числе взятый должен ассорбировать воду. Такова догма этого подходит. В рамках этой догмы вируса может это ваша фаза терапии? Нужно пробовать не вирус а конкретную полимерную систему. Вот если вирус покрыт глобулярными телками он не будет ассорбировать воду в таком количестве как о котором я говорил. это я понял давайте же денатурируем и жене. Ну вот это тоже согласен что это интересно согласен но этого не делать. По крайней мере вирусов вокруг нас сейчас огромное количество летает а вот микросферы пока не одной. Денатурирующие агенты тоже разные. Хотелось уточнить очень. Денатурирую под денатурацию это конечно слово очень неприятное с разными так сказать со смертью но под денатурацию когда я говорил о гемоглобине помните под денатурацию имелось ввиду разрушение альфа-спирали известно что 80% остатков аминокислот гемоглобина заключено в альфа-спирали если он нативный если мы создадим условия когда спирали развернутся это будет денатурация но тем не менее он останется белком и это но его перспективная станет доступна воде весь вопрос чтобы развернуть альфа-спираль надо затратить приличное количество энергии все потому что тем более если мы говорим о гемоглобине если уж так от гемоглобина в широком смысле вообще глобина очень хорошие белки у которых полно аминокислотных остатков полярных то есть и там остатков аспартата глутамата или остатков резина аргелина они разумеется стремятся будут стремиться и стремятся взаимодействовать водородные связи с друг с другом что и приводит к информации вторичной и третичной соответственно поэтому они регулярны в конечном итоге гемоглобин для того чтобы их разорвать надо этим функциональным группам предложить химическим предложить другие функциональные группы чтобы они с ними взаимодействовали что будет выступать в роли от конкретно хоть один конкретный динатурирующий агент для того чтобы развернуть цепь гемоглобина в альтернативную конформацию то что вы называете развернутой конформации достаточно зарядить маньяков белка высоким зарядом что происходит в щелочной среде и тогда щелыш погрузить да и тогда 0,4 моль натрия очень хорошо я хотел узнать конкретный пример что же это за окружающая среда вот на 14 слайде то есть это раствор гидроксида натрия то есть вокруг ну да это диарис проводится в гидроксиде натрия и никакой мне не очень нравится когда говорят энергия есть конкретные условия давайте а то энергия я согласен энергия падает это спиртовка приходит но не надо то есть известно что если мы снабдим молекулу белка высоким плотным зарядом оно начинает заряды начинают отталкиваться спирали разрушаются то есть это еще раз отметим это концентрированный расход щелочи 0,4 0,5 норм понятно модель понятна но должна быть и среда в которой она существует поскольку живые организмы это единая система солидированных организмов и окружающей ариотической среды с интенсивными взаимодействиями как вот эта модель на ваш взгляд может ли она ее так или иначе развитие привести к появлению жизни в стабильных условиях когда в окружающей среде нет каких-то существенных колебаний температуры давления химизма или все-таки для этого должны быть значительные колебания которые так или иначе будут способствовать то есть в один случай это допустим типа океана это равновесные и околоравновесные системы в другой случай это колебания ну скажем о гидродромальных системах или других корпорирующих средствах в школе Насонов меня упрекали твердист ушел просто у меня не было времени так настолько широко говорить об этом и надо было говорить не о Насонове только но еще и о Трошине а вот остальных авторов которые он назвал они никакого отношения к фазовым представлениям не имеют я кстати хочу пояснить что все это как говорится не вынуты как-то не каждый вынуты из рукава этим представлением очень много лет десятки лет у нас целая школа существовала Насоновой Трошине а представление о фазе о том что цветоплазмой является фазой зародились еще в девятнадцатом веке поэтому здесь сенсации нет важно установление механизма образования фазы теперь что касается вашего вопроса то разумеется для взаимодействия со средой просто вот значит оставить вот создать такую систему бросить ее в среду и пусть плавает конечно возможности такой системы очень ограничены и здесь циклы фазовый переход между состоянием покоя и возбуждения я считаю необходимы но опять же этот вопрос не изучен поскольку и потому что при изменении вот сейчас он гидрофильный белок потому что полипептидный остров взаимодействие но когда там образуются вторичные структуры у него уже появится потенциал для гидрофобного взаимодействия не строить все и вся на липидных на липидах и прочим вот меня поудивила статья ОРО которая перевезена была в сборник в 60-х годах он это конференция проходила у Апалина и он говорил о концерватах очень много хорошо писал о концерватах а в конце в абзац добавил но конечно нужно добавить липиды не пояснив что они прибавляют имеется в виду наше известное всем представление о роли липидов но он отдает дань этим представлениям нужно добавить не поясняя что это прибавит к тому что мы имеем безлипиды конечно естественно зато невозможно ничего представить себе какую-то неудовлетворенность которую я вижу по выражению некоторых она понятна потому что как школа нашла отрошена и ее традиция была оборвана в 70-х годах практически силовым методом административной и исследования на этом прекратились этого кодекса а если продолжить вы бы узнали это не вижу точку приложения отбора в этой системе и точку приложения точку приложения отбора в этой системе что в ней может упираться микросфера может упираться на длительное существование на сорт металлов в окружении каких-то элементов ионов а здесь отгенерировало потенциал действия восстановилось еще раз отгенерировало что это дает в плане выживаемости в плане экспансии в плане размножения в плане роста дисперсии фишеровской дисперсии то есть такая система возникла но вы говорите что из нее должна сделать жизнь а по какому критерию ее отбирать я вам скажу абсолютно она возникла очень хорошо да очень рад и она не будет меняться потому что я не вижу в какую сторону она может меняться потому что она не живая ну да нет я могу говорить потому что среди живых организмов есть тоже те которые не любят меняться вот извините они живые там щитин который стрелся не меняется он великолепно живой в каждой луже бегает вот некоторые не любят и это понятно менять свои представления тоже что касается отбора самое простое что я могу предложить в качестве отбора это такой поиск ацербата такой поиск полимера или полипептида который бы наиболее чутко активно реагировал на те или иные изменения скажем а что это дает но кальций пожалуйста кальций двухвалентный нет а что это дает то есть отбора что отбор извините это старая фраза выживание наиболее приспособлено вот этого самого выживания я здесь не вижу мы сейчас говорили только что о том что смена состояния фазового перехода которые нужны необходимы для эволюции этой системы для эволюции чего этой системы совершенствами этой системы отбор биологическая эволюция это эволюция двух характеристик либо это размножение фишеров репродуктивных складов либо это выживаемость то есть в общем то выдержу я эти условия или не выдержу я еще могу себе давить экспансию вот если вы предложите сказать что-нибудь еще я вам поаплодирую но пока я этой троицы не вижу потому вы ее потому не видите потому что вы сразу перескочили в область живого а здесь система которая создана только условия для возникновения минуточку в плане выживаемости этих экспериментов это в общем то великолепный отбор но это все неживое вирусы неживые великолепный отбор идет вот значит эти самые я уже не говорю про всякие модельные элементы которые на компьютере играют вот они тоже неживые но там извините все уравнения действуют все уравнения популяционные генетики действуют я претензий к вам не имею действительно нужно повторять чтобы напоминать слушателям какую-то главную мысль я хочу повторяю еще специально хочу сказать что вот эта система которая посвящена вся литература по происхождению жизни она не с этой с точки зрения этого подхода она не работает вообще не работает вы знаете что мне сказал один коллега по поводу вот этого пункта пятого знаете что забавную вещь он мне сказал москве он сказал это настолько редкое событие что оно возникает там раз в тысячу лет эта система не работает потому что она сложна вот поэтому она не работает так нет вот ваша система не работает потому что ей некуда работать это вообще хорошо что вы вы не слушайте меня сейчас подождите давайте дослушаем меня и вдумаемся в это это казалось бы человек так сказать не случайно человек вот он предложил ждать фактически ждать когда мы в какой-то лаборатории где-то в какой-то пробирке возникнет вдруг натрий-калиевый насос спонтанно разве это путь для научной работы сидеть и ждать вот давайте на этом это вот доведем до логического конца потом перейдем на какие-то другие например меандрирующую реку которая за счет этого меандрирования повышает время своего существования вот да а вот как эта система будет повышать время своего существования я не вижу это вот заметьте река это не живая система это просто вода которая течет под углом вот тем не менее у нее есть свое время жизни есть способ как это время жизни увеличить вот если извините кто-то этого не делает то превращается в болото у которого свой способ жизни как это увеличить ваша точка зрения понятно у нее нет задач увеличить задач нет но способы есть способы есть но задача они кстати от реки никак не зависят они зависят от внешних факторов они зависят и от реки тоже но река же не обладает разумом позвольте вот еще от реки она зависит от того сколько взвесей эта река несет одно дело извините миссисеппе которая образует дельту и другое дело Святой Лаврентий которое дельту не образует я хочу спросить так она же не может принять решение так вы принимаете это решение я принципиально извините отбор отбор никакого решения не принимает отбор это постериорная оценка извините это вот школьный учебник который все вдалгают отбор ничего не придумывает вот но отбор идет и в неживых системах тоже в том числе и среди этих самых рек пресловутых значит вот когда река меандрирует значит это самое это услышали да не услышал я это в географии написано нет я говорю мы это просто услышали не повторяю да 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 вот это я хотел сказать мы поняли вашу точку зрения поняли значит покажите мне что то похожее нет у меня вопрос простой просто как раз вот ваша картинка с этой модельной клеткой с АТМ она судя по дискуссии как я поняла если я правильно поняла она вот в таком виде нежизнеспособна то есть она она некий зародов еще не реализованная жизнь вы говорите вот как делать чтобы она была я вот не знаю но давайте подумаем что сделать надо ну кроме вот насоса этого привокального насоса который мы будем ждать когда мы будем ждать какое событие должно произойти чтобы эта клетка вдруг стала клеткой настоящей не модель не клетка а система ну система ну не знаю система я вам отвечу вопрос на вопрос но потом и на вас отвечу а вот что как сейчас вся мне один рецензент написал совершенно я считаю дикую вещь он мне сказал все сейчас занимаются липосомами и матвееву следует заниматься липосомами теперь я хочу задать вам вопрос и всем хорошо липосома все на нее молятся статьи идут одна за другой все покрывают липидами все что попадающее покрывает липидами как эта система липосома липосома как она превращается превращается в живую вот вам вопрос как она превратится в живую кто-нибудь сейчас может не можем сказать как она еще может усложняться вот это мы можем сказать можно сказать насчет какой алгоритм сказать можно все что угодно это можно и получить это еще парень получал у него были микрософтеры прошу прощения какие самые У него были консерваты, которые жили дольше и которые быстро разваливались Другое дело, что у него не было механизма наследования Но отбор по времени жизни у него был Основная претензия Капаринов состоит в том, что его консерваты созданы из веществ, полученных из ныне живущих организмов А нам нужно обсуждать вопрос о том, как произошли из тех полипептидов, которые на первичной земле Я попрошу напомнить, что вы сейчас обваживаете на конференции по астробиологии Поэтому вот это возражение здесь не прокатывает Почему? Вы берете из живого организма эти вещества, создаете консервант и рассуждаете Понимаете, вы на самом деле, я прояву вас, вы на самом деле ведете умно полемику Все время ссылаясь либо на замечания рецензентов, либо на то, как устроены каоцерваты и так далее На каждый конкретный вопрос вы говорите, а мне рецензент сказал, да он же И посмотрите, чего он может сделать Я лично пришел, если бы, так сказать, конференции наконец разгадали загадку жизни Об этом огненными буквами на небесах было бы написано А до сих пор собираются конференции Вы хотите, чтобы я их написал, эти буквы? Да, вы же претендуете, напишите Ваши вопросы все понятны Я говорю, что всем хотелось бы знать Но соль моего выступления и той статьи, о которой речь Соль состоит в том, что я пытался или пытаюсь обратить внимание Что липосомный подход, он тупиковый И если кто-то в него верит, то, пожалуйста, верите Но примите во внимание этот подход И развивайте на это Почему я ссылаюсь на рецензенты Они просто перечеркивают это Я не вижу какие-то сказки Эволюция Вот эволюция там есть Где там конкуренция? Эволюция там есть Значит, минуточку, во-первых Минуточку, минуточку, у меня это серьезно Во-первых, эволюция там есть Во-вторых, даже у нас алгоритма работает в кристалл Никто не говорит, что кристалл это жизнь Но он там работает Существует минуточку Это селективная изменчивость Которая работает одинаково И в кристаллах, и в организмах Механизм совершенно одинаковый Но тем не менее, извините Там есть маточные процессы Здесь их нету Но все это работает То есть жизнь я не получил Но я знаю, что алгоритма работает и в неживом А вот здесь я не вижу, как он работает Можно ли я отвечу? Это же другое угрожение Можно ли я отвечу? Сейчас только что мой оппонент признал, что липосомы это неживое И это не мешает ему привлекать биологические термины для ее описания Как эволюция, конкуренция Что там у нас? Мы не будем так расширять эти понятия Это понятие разнообразие Теряет всякий биологический смысл В этом контексте Почему это неразмножение, пардон? Почему это неразмножение? Пусть будет размножение, но Но не матричный синтез Как у нас? Это матричный? Да, да, да Вы будем сказать, что это не универсальный матричный синтез Не ферментативный? Сейчас, сейчас Нет, запущу Тише Нет, а если я так понимаю Кристаллы это матричный синтез Но не ферментативный и не универсальный И не живой Да вот по матрике кристаллу Нет, нет, нет Нет, нет Нет, нет Спасибо 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 Что это Пока мы не уехали далеко от этого Опарина консерваты Когда они формировались И экспериментальны То они первое время обладали признаками активности Которые характерны для живых организмов Например, каталитическая активность Например, селективное излечение вещества из окружающей среды Способность деления Но потом, после вот этого импульса Когда они сформировались И начали делиться Этот процесс постепенно запупал И потом они пришли в состояние пассивного равновесия со средой То есть микросистемы были Какие-то признаки были Но в той среде, не статичной, которые были Все это постепенно заглохло И они перешли к пассивному существованию Но это просто к тому, что именно парень делал Сейчас, вы сейчас занимаетесь Ваша позиция есть в нару Понимаете? Не надо ее 10 раз повторять Отвечаю на тот вопрос Во-первых, опаринские консерваты Сами по себе не обладали филотативной активностью Туда их добавляли Почитайте Перечитайте Евлеинову Еще соратницу Евлеиновой Я сказала, что это речи Серебровская Пожалуйста, перечитайте И вы увидите, что речь шла О введении ферментов В эти консерваты А вот микросферы Фокса Обладают филотативной активностью Слабой И даже слабой специфичностью То есть, вы, возможно, перепутали Консерваты с микросферами У меня не вопрос У меня реплика Но для этого надо подняться на тот слайд Где вы ставите оппозицию Соответственно, мембранной структуре И фазовой Значит Вам рецензент сказал Что все занимаются фасовыми Нет Значит, ваш рецензент Наверное, неграмотный человек Или невнимательный Или не интересующийся А если вы ему верите Вы верите зря Значит, дело в том Что фазовый подход Очень интересен Я сам заявляю Суторонний Только не в том ключе Которому вы излагаете Сейчас проясню, почему Дело в том, что уже Приличное количество времени И разная группа ученых Десятки летут уж точно Занимаются как раз Разработкой систем Моделированием систем Получением их и литра И исследованием Которая действительно малоразмерная Там несколько десятков нанометров, разумеется Состоящая из различных наборов полимеров Не окруженные никакой липидной мембраной Это фаза То есть это похоже на то, что вы говорите Только вы почему-то говорите Либо белки, либо микросферы Что-либо протеиноиды химические То же самое Но других полимеров вы почему-то не приводите Есть же другие полимеры Не липидные Но тоже хорошие полимеры Это оксибутира Есть полимеры Сомы Есть концертные на основе Синтетических полимеров Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что Данных Ну вы знаете тогда прекрасно Если полимеры Сомы или компа Сомы Мне кажется, они более хорошо продуманы Этим Рудбернштейном В 2014 году Замечательный вообще супер обзор Просто вышел по ним Так вот, в них нету вот этой оппозиции Которую вы ставите Ее совершенно нет Они ни в коем случае не ставят мембрану впереди И более того Совершенно отдают себе отчет Что мембрана как очень сложный продукт Очень поздний И скорее всего биологическая эволюция Это результат жизни Они ее условия То есть я не вижу здесь какой-то большой позиции Компасома, скорее всего Или полимера Сома Или ваша фаза Сома Скорее всего действительно имела место быть Только вряд ли чисто в протеиновой Или протеиноидной форме Как вы говорите Вот Но мембрана является последующим продуктом Уже эволюции Которая произошла в ней Зачем же так ставить оппозицию Сома И фазовая система Которая вам тоже нравится Они основаны Их функционирование основаны На связывании адсорбции Это одна физика Мембрана Это пленка Которая проходит туда-сюда Вещества Это совершенно другая физика Я задаю вам вопрос Если жизнь действительно возникла На основе фазовых свойств белка Зачем ей нужно было переходить С одной физики на другую Это раз И во-вторых В мембране нет ничего необычного Это На границе раздела фаз Всегда образуется особый слой С особой ориентацией И так далее Дело не в мембране А в тех функциях Которые она выполняет реальность Вот в чем оппозиция Не в мембране Вот говорят Мембрана Качает натрия калия Я вам говорю Не было Не получено Натрия калия этой фаз Значит она выполняет другую роль Вот это то, что она не получена Я не говорю, что Натрия калия этой фаз В современной клетке Живой Она не качает Она может другую функцию выполнять Мне кажется Что и мембранный подход И фазовый подход Они безусловно имеют право На существование И тот и другой Думаю, что Как и всегда В жизни и в науке Истина Где-то посередине На каком-то этапе На каком-то этапе Одни факторы Начинают играть Больше уроки, чем другие И на этом Оптимистической ноте Философ Можно еще? Председатель Можно еще? Можно, прошу Я хочу Да Даже не Это не столько вопрос Сколько Хочу Применить Полемический прием Ваш Так это нужно делать Нужно делать Конечно Значит Вот мы Как физики Если посмотрим На мир Да Там законы Которые написаны Где-то На бронзовых досках За этим миром И в соответствии С этими законами Все живет Вижется Описывается Дифференциальными Уравнениями И все с необходимостью Происходит Только не живое Вот Единственное Единственное Место Которое мы знаем Где В этом мире Существуют Объекты Которые Строят Планы Принимают Решения И реализуют Их С этой точки зрения Это место особое Оно Поскольку Вы можете По произволу Управлять Начальными условиями Но Извините Это не физика Вопрос Могут ли Системы Которые Принимают Решения Возникнуть Из систем Которые Решения Не принимают И вы скажете Что Это ваша модель Никогда не победит Липашом Липашом Мы тоже На это не спрашиваем Предоставить Алексею Евгеньевичу Розанову Он победит И только У нас произошло Тяжелое Недоразумение Потому что Вся дискуссия Которая Сейчас продолжалась Она вообще Говоря К совещанию По астробиологии Не имеет Никого отношения Происхождение Жизни Значит Вот Это специальная Проблема Большая Отдельная Не имеющая Отношения Астробиологии Я это говорю Вполне Сознательно Потому что Вместе с Лопатиной Мы писали В БРЭ Как раз Статью По происхождению Жизни И приходили В ужас Когда Значит Писали Эту статью В подборе Материалов В том На что Акценты Поставить А что Вообще Умолчать Там И так далее Но тяжелая Проблема На самом деле Вы же все Прекрасно Понимаете Что это Совершенно Нескончаемый Процесс В этом направлении А когда Мы говорим Об астробиологии Мы хотим Выяснить Где мы Найдем Эту жизнь И совершенно Другие задачи И совершенно Другие подходы И я вас Вот призываю К тому Чтобы вы Немножко Встали на землю И занимались бы Ну извините Делом Что ли Вот Вы все время Здесь упрекали Людей за то Что они там То не сказали Что не сказали А я вам должен Сказать Что вы Не слушали То что я говорил Вначале Когда открывался Это самое Дело Мы имеем Очень много Материала Значит Много Который дает Нам огромную Информацию О том Что вообще Творилось Кругом И я например Совершенно убежден И надеюсь Что еще не так Много Осталось времени Для того чтобы Это убеждение Стало повальным Сейчас с ним Мирятся Там скажем 15 лет назад Считали что я Сумасшедший Сейчас мирятся Через 15 лет Это нормальное Явление Жизнь на земле Не происходила Не было такого Явления Это совершенно Очевидно Продолжение следует... Продолжение следует...